Сороковые роковые чебоксарцам предлагают пролистать военный фотоальбом. Редкие кадры, сделанные Александром Коноваловым на службе с 1939 по 1945 годы, легли в основу фотовыставки «Шимурша Кёнигсберг. История одного военного фотоальбома». Черно-белая экспозиция открылась в художественном музее. В годы войны Александр Коновалов служил в 44-й отдельной корректировочной разведывательной эскадрилье. Молодому парню пришлось заниматься аэрофотосъемкой, фотографировать расположение войск противника воздуха, обрабатывать эти снимки и составлять фотокарты. А фотографировать надо было с высоты 1200 метров. И при том фотографировать нужно вот дать задание. Вот, от и до. Этот участок заснять обязательно. Никуда день денешься, удирать не удерешь. Километров 50 в сторону, в тыл, к немцам залетели. Ну, куда деваться? Придет, немцы заблудение ввели. Они опешили. Как это так? Самолет похож на наш, на немецкий, покер. И при том, должен лететь именно в тыл к немцам. Километров 50 в сторону. Так мы и улетели. Привезли только с собой несколько пробоин. Более 150 фотографий за каждой своя история. Мгновения долгих дней, месяцев и лет, проведенных вдали от родного дома в ожидании победы. Будни авиаполка и фотоотряда. Сцены того жизни солдат, военные пейзажи. Но главные герои – люди. Эти фотографии, которые представлены на данной выставке, раньше увидеть было невозможно. Они были под грифом секретно. Какие-то фотографии были под грифом секретно, и их увидеть было практически невозможно. Потому что это фотографии военных лет. Это военные летчики делали снимки. Аэрофотосъемка это была, да, ведь? И как раз Александр Васильевич военные годы этим и занимался. Здесь же на выставке можно увидеть и орудия труда военных фотографов. На земле сотрудники фотослужбы фотографировали вот этим фотоаппаратом. Формат тут кадра вот такой. Это вот такая кассета для него. Кто разбирается в пленочной фотографии, то отпечаток с этой пленки, контактной, имеет очень хорошее качество детализации. Они фотографировали с высоты, как вот сказано было, 1200 метров специальным оборудованием. Примеры этих работ тут есть. И Кенигсберт с высоты птичьего полета, и отдельный аэродром немецкий. Чебоксарский фотограф, автор исторического фотопроекта Александр Мовчан, который дал этим снимкам вторую жизнь, часами мог рассказывать о технике и фотографиях. О том, как кропотливо обрабатывал каждый снимок, восстанавливал и реставрировал. В итоге получился уникальный фотоальбом, единственный в своем роде. Черно-белая история, рассказанная ветераном Александром Коноваловым, которому, кстати, на днях исполнится 97 лет, еще раз должна напомнить потомкам о тех, кому мы обязаны своей жизнью, о цене победы Великой Отечественной. Войне.